Добрый вечер, Харлах Шамвар, это Пашаев Прайм на телеканале АТР. И сегодня мы обсуждаем тему Крымско-национальной территориальной автономии или тем конституционным изменениям, которые предполагаются внести в украинскую конституцию. Старт официально был дан в мае этого года, к 73-й годовщине депортации Крымско-национальной территории 18 мая. Президент Украины Петр Порошенко наконец-то объявил о том, что создается рабочая группа, которая и будет заниматься подготовкой тех конституционных изменений, которые нужно провести в раздел об автономной республике Крым, для того, чтобы этот суррогат, который существовал с 1991 года, превратить в обоснование существующей официально автономии на территории Украины. И, как оказалось, вот уже всего лишь меньше, чем за полгода конституционных изменений только из крымско-татарской среды появилось целых четыре проекта. Официальный проект, который называется проект Арсена Жумадилова на Наталью Белесар. И мы вот ждем в нашей студии Наталью Белесару, она должна появиться с минуты на минуту. Есть проект, его тоже неофициально называем, проектом Синовера Кадырова, он у нас в гостях. Харла Хашуар. Харла Хашуар, не совсем Синовера Кадырова, но группой. Группой. Ну, как вас тогда официально... Вы можете, мы так и заглавили, как проект активистов национального движения. И на прямой связи с нами будет генеральный директор фонда Крым Ризаши в Киев. Я не знаю, есть ли уже связь с ним. Ризабей Харла Хашамлар, он автор еще одного из проектов. Только мы не слышим Ризабей, если можно сделать так, чтобы я его тоже слышал. Саляму алейкум, я вас хорошо слышу. Алейкум, салям, Ризабей. И из Крыма к тому включаются представители международного движения крымско-катарского народа Нариман Желял, для того, чтобы узнать позицию крымских татар, живущих в Крыму. И авторы четвертого проекта не представлены. Это Крымско-катарский ресурсный центр. И неофициально его называют проектом Эскендера Бариева Бабина, это дуичный представитель президента Украины в Крыму, который располагается в Херсоне. Вот у них есть еще один из проектов. Я распечатал себе все, по-моему, четыре проекта изменений, которые готовятся для рабочей группы. Я так понимаю, что официальные позиции Межлиса, это если вы слышите, как здоровается пани Наталья Белицер. Добрый вечер. Вот и вы есть. Давайте сразу перейдем к обсуждениям, чтобы было ясно. Я предлагаю в хронологическом порядке те вопросы, которые у меня сразу возникли. В одном из проектов, и это проект Белицер-Жомодилова, я вижу, что отсутствует вообще понятие республика. Она исчезает. Во всех остальных трех формулировка «Автономная республика Крым». А в проекте вашем это звучит, как «Крымская тарская автономия без названия республика». Почему? Дозвольте, пожалуйста, заперечить сразу, потому что это не только в одном проекте Жомодила Белицер, а навпаки, только в одном есть слово республика. В всех других, которые рассматривались, слова республика нет. Поясню, почему. В принципе, в унитарных странах есть автономия, есть автономные провинции, а термин «республика» – это суто радянская выжатка и радянского, и пострадянского света, как на Балканах. И такой термин вообще не используется. Згадаймо, как называются взагалі автономні території в інших унитарных державах. Ну, наприклад, Південний Тироль, Аландські острови, район Гагаузь-Ядії. Ну, цей список можно продовжувати, и слово республика в жодному з цих утварів... Зараз я за вам поручаюсь, якщо дозволите. Вы отказались тоже в вашем проекте от понятий республики, да? Я не совсем отказался, просто исходили... Так это не совсем. Совсем или не совсем? Минуточку. Я почему объясняю не совсем? По одной простой причине, что, в принципе, в процессе обсуждения пришли к некому общему пониманию того, что суть не в названии республика, записать слово республика, а в том содержании, которое будет заложено в полномочиях данного автономного образования. Я с этим согласился, но суть не в этом. Здесь, к сожалению, мы исходим из того, что и пани Наталья может много приводить примеров из истории, мировой истории, да? Но, в принципе, каждое из этих, да, любое государство возьмем, оно исходило из некой своей исторически сложившейся ситуации, да? На тот момент. Что касается Украины сегодня, мы немножко, знаете, вот слишком много, даже, я скажу так, даже вот мы сегодня работаем и предложим, не исключено, что в процессе мы создадим некую коллизию и так далее. Поскольку сам исторический процесс, он был иной. В принципе, вхождение, скажем, да, Крыма как области в состав Украины был в нарушении даже не тех правовых норм, которые существовали на тот момент, да, в СССР и так далее, а в первую очередь это нарушение наших прав, поскольку без нас решалась будущность данной территории. Я уже не говорю о том, что и сама депортация, да, была и так далее. Но, так или иначе, в 89-м году была принята декларация, признавшая сам факт депортации как преступлением, и, соответственно, с этого момента все, скажем, да, это юридические акты, направленные на ограничение нас в правах, на, самое, вообще, на те юридические акты, которые... Я вас перебью. Нет, я почему. Они, собственно говоря, должны были быть отменены, и вот с этого момента нужно было уже, как, в общем-то, стартовая площадка, с этого момента идти. К сожалению, к сожалению, вернее, после принятия декларации в марте 91-го года Союз СССР, СОДМИ, упразднил все акты эти и поручил республикам, в смысле, привести в соответствии с этим. К сожалению, Украина, как государство, тогда союзное государство, не последовало этому постановлению, а позже появляется вообще, появляется такое понятие, как вот современная автономия и так далее. Мы сейчас растекаемся, и нашему зрителю просто будет непонятно, неинтересно. Давайте мы определимся. Мы идем по поводу термина «республика». У меня уже с этого момента появились разногласия. Паня Наталья Беллицер против термина «республика» объяснила нам это тем, что в унитарных образованиях понятия «республика» нет. Она утверждает, что это постсоветский термин. Хотя я ей расскажу, что понятно, что это вопрос унитарности, федеративности можно долго обсуждать, насколько четко это все разграничено. Даже в тех федерациях, где не предусмотрен выход образования из состава этого государства, как в Соединенные Штаты Америки или Германии, две территории, которые Калифорнийская республика и Баварская республика, и эти территории держатся за это название. Есть особенности. Поэтому это очень важный принципиальный вопрос. Я не об этом скажу, паня Наталья. Дело в том, что есть крымско-натарскому народу, который имел свое государство к моменту возникновения нового времени, окончания нового времени, да, уже, да, это новое время, назовемся, 18-е столетие, ему, и так, наверное, единственному из тех 16-ти государств, которые существовали в Европе, приходится идти на, и придется идти на такие уступки и компромиссы, как отсутствие собственного государства. И поэтому в вопросе государственности, наверное, крымский таро будет придерживаться не советского периода, а периода Нумана Чилибиджихана. Можно ли называть это советским, не советским, но это период Джумхуриета республики. И отказаться от этого, это как отказаться от очень многих важных принципов и символов. Поэтому, ну, конечно, можно говорить о Баланских островах, Тироле и прочем, но эти образования не то, что не имели государство, они не имели автономию. Поэтому для них автономия это скорее повышение статуса. Дефендом, здесь республика периода Нумана Чилибиджиана, это вообще-то независимые? Это союзные, будем говорить, предполагалось. Здесь вопрос дискуссионный, потому что действительно понятие республики велось как в рамках распадающейся Российской империи, так и образовавшейся Украины. И поэтому, учитывая, что она недолго просуществовала в формате, я говорю, независимого. Мы здесь можем оспаривать, что эта республика должна была быть частью или Украины, или тогда, или не разваливающейся. Нет, переговоры шли и с Унеем. Минуточку, переговоры шли не того порядка. Я позвольте себе, как автор, здесь не только модератор, автор сказать, что понятие джумхуриета и республики для крымско-атарского политического движения является очень важным моментом. И сводить его, не сводить уже, говоря о том, что это не присуще, очень многое в мире чему-то не присуще. До шотландского парламента не существовало, сколько там, лет 300? Это было не присуще до 1998 года. Теперь это присуще. И поэтому вызывает вопрос, что друзья, когда друзья крымских татар доказывают крымским татарам, что им надо отказаться от понятия республика. Может, тогда от понятия народа отказаться? Я бы хотела повернуться до того, что дуже гаряче поддерживаю и полностью согласен с Синевербием. Важлива не назву, и если такая назва будет дополнительным поставком до несприйняття, по-перше в парламенте, по-друге в свете, то нужно бороться за реальный смест, сенс и повноважение, а не за назву. Это значительно важливее. Это то, что начинал Синевербием, а вы приводите это до символичного значения термена республики. Я бы сказала больше, что я лично, это моя индивидуальная, субъективная позиция. Чудово понимаю, что для народа, который имел сильную собственную государственность протягом кольких столетий, очень боляче была и ее втрата, и все то, что за этим происходило. И я не вижу, как человек, личность и эксперт, никаких противореч в том, что в стратегической перспективе Крым был крымско-татарский. И больше того, хочу сказать, что тут очень много зависит от обстоятельств не только в Украине, но и на международной арене. И хочу сказать, что сейчас ситуация, вот эта сенсибилизация с подеями в Каталонии, и как приклад, вот вы вспомнили Шотландию, да? И мы помнимо 2014 рік и протилежные напрямки политического процесса. На протяжении 20 лет нам всегда приводили пример, что, не дай Бог, вот что-то там, если станет вопрос, да, восстановление прав крымских татар, в частности, восстановление их национальной территориальной автономии, тут же на Западе, в Западной Украине появятся те-те-те-те. Давайте говорить о том, что мы требуем восстановительных процессов в отношении нашего народа и в отношении наших прав. К сожалению, сегодня Османбей, ситуация создает, ситуация данная. Почему я подошел вот несколько исторически? Потому что сегодня получается так, будто Украина ровно настолько готова, да, предоставить нам некое, вот, некую возможность, да, нашей территории самоуправления, да, каких-то вот, я не знаю, усеченных, да, а не в силу того, что вот они такие, в общем-то, знаешь, ну, выросли, да, вот, демократы и так далее. И они понимают, что вопрос сегодняшней автономии, это вопрос, в общем-то, сохранения народа или исчезновения его. Санавер, я, вы продолжите, сможете мысли закончить. Дело в том, что, возвращая к этой теме, есть еще один соавтор изменений, это Реза Шевкиф. Вопрос понятия республики или Храмдадарджи Джумхурьет, насколько это принципиально для вас и для вашего проекта? Мухтар Джумхурьет, айтаэхта Джумхурьету. Вы мне дадите говорить? Да, вы вернусь. Мне можно говорить? Конечно, конечно. Когда в своих предложениях проект по праву Конституции к 10-му разу, я оказался на декларацию Курултая Крымско-Татарского народа от 1991 года и на постановление второй сессии 4-го Курултая Крымско-Татарского народа. И вот в декларации 1991 года Курултая было сказано, что Крымская АССР, автономная советская социалистическая республика, восстанавливаемая не как национально-территориальное образование, рассматривается как попытка юридического закрепления результатов депортации крымских татар в 1944 году и не признается Курултаем в таком виде. Вот это основополагающее из постановления декларации 1991 года и последующие у нас заседания Курултая и в том числе в 2014 году его не отменяли, поэтому у меня основной упор был на это. Потому что право народа на самоопределение выражает сам народ. И то есть это право выразил представительный орган Курултая. И мы, я считаю, мы должны этого придерживаться. Поэтому я статью 134 внес небольшие изменения в существующий закон и оно выглядит так. Автономная республика Крым является национально-территориальной неотъемлемой частью Украины границей крымского полуострова, где реализуется право крымско-татарского народа на самоопределение, как коренного народа Крыма. И действует в пределах полномочий определенных конституции Украины и решает вопросы, отнесенные к ее сведению. Это в этой главе 134 именно подчеркивается национально-территориальная республика. Это мы все 25 с лишним лет говорили именно о такой формулировке нашей автономии. И поэтому я считаю, что нужно придерживаться именно этого статуса. Спасибо. Ну вот, Резаби, я продолжу с вами сейчас, потому что следующая часть и следующий раздел, это как раз самое противоречивое, это то, что я в вашем проекте обнаружил. Давайте все-таки, давайте с него сразу перейдем. У вас, то, что больше всего меня удивило, это более 50% мест в будущем крымском парламенте закрепить за крымскими татарами. Как вы себе это представляете в условиях, когда крымские татары не составляют даже ту численность, которую они составляли до депортации, но даже в додепортационный период такой квоты у крымских татар не было? Стремление российских, именно российских, пророссийских сил Крыму снизить нашу численность, с которой продолжается эта политика и сегодня, она будет продолжаться. Поэтому, если мы будем рассуждать о нашей части и невозможности создать республику, мы даем автономную автономную... Ты меня слышишь? К сожалению, связь пропадает, вы можете повторить, и видео немножко затормозилось. Да, да, да. Вот, следующий момент. Если мы с автономной республикой разобрались, то дальше самое большое противоречие, по-моему, насчет представительства коренного народа в представительном органам власти. Здесь, в общем-то, противоречие, два основных противоречия, концептуальных. Два разных концепта в основе этих четырех проектов. Три проекта, это на основе одной концепции, где там только может, знаете, пропорциональность у одних одна третья, у другая это половина. И что за пределами, скажем, официальных органов, официальных органов автономии, это Верховного Совета, да, условно назовем, исполнительного, еще сохраняются традиционные институты. Это Курултай, Меджлис и другая концепция, это наша концепция, где мы исходим из того, что, в принципе, если восстанавливаются наши права и эта автономия появляется в результате самоопределения нашего народа, соответственно, и государственные органы и учреждения должны иметь наши национальные традиционные названия, скажем, уже был бы не Верховная Рада Автономной Республики, пусть даже Крымская Автономия, а был бы Курултай. И, скажем, но в любом случае это были бы наши национальные институты, которые с этого момента, с момента самоопределения, когда мы уже получили и реализовали право на самоопределение, становятся государственными учреждениями, в том числе и символика, национальная символика становилась бы государственной на данной территории. Резабей, вы можете закончить свою мысль, мне говорят, что вы уже опять на прямой связи. Вы обосновываете необходимость 50% закрепления за коренным народом, а количество депутатов в будущем Крымском парламенте, правильно? Да. Почему? Опять же я возвращаюсь к декларации 1991 года, где мы, крымско-татарский народ и наша властная структура гарантируют культурные, религиозные, иные законные права всех людей, независимо от технических принадлежностей. Сегодня, когда мы станем 50%, то есть половине парламента, мы берем на себя обязательства гарантировать, хотя 50% это еще не означает, что подавляющее большинство. И мы берем такие обязанности, и вот наше обязательство перед остальными народами, национальностями в Крыму будет контролировать наше государство, материковая Украина, которую под более его влияние мы не выходим, мы остаемся... Давайте будем честны с самими собой. 50%, более 50% это любое решение, любое постановление, любое кадровое назначение, это все тогда концентрируется получается в одних руках, и системы сдержек и противовесов для остальной части населения действительно отсутствуют. В то же время компромиссный вариант треть, который тоже под вопросом, это квотирование всегда вызывает вопросы, но тем не менее, это то, что возможно. Треть парламента, оно способно блокировать, вплоть до того, что отсутствие легальной трети это повод для проведения новых выборов. И мы можем понимать, что треть она может политически шантажировать, и тогда поле для договоренности есть. Кроме того, есть другой механизм, механизм внедрения национальных органов, как Крулта и Меджлис, по типу, наверное, не совсем так, но знающие понимают, что это присуще самским парламентам, которые утверждают некоторые решения центральной власти, больше всего это наиболее сильно в Норвегии наблюдается, то есть какие-то решения, которые относятся к территориям Самов, местам их охотнических угодий, в основном это связано с ресурсами и землями, там нужно одобрение самского парламента, есть борьба сейчас за бюджетные вещи между самским парламентом и центральной властью ВОСЛа. Такие же механизмы, возможно, можно предусмотреть для Крулта и Меджлиса, которые... В случае, если не будет принято мое предложение по 50% и будет одна треть принято, это тоже неплохо, в общем. Тогда у нас должно быть право в это, право в это, определенные решения по власти. Паня Наталья, паня Наталья... Так, вот нарешті Гереза Ага ключові слова, вимоли. Тобто, эти суто математичные выкладки, причем формулируется не одна третина, зауважьте, а не меньше одной третины, не 50%, а не меньше 50% по другой версии, но это все стает не настолько важным и принциповым, если четко выяснить, причем на конституционном уровне, коло вопросов жизненно важных, принциповых для крымско-татарского народа. И можно даже не вживать термин вето, а спокойно зазначити, решения по таких-таких-таких и питания, как важливейших для коренного крымско-татарского народа, не могут быть ухвалены без усведомленной згоди крымско-татарского народу, висловленной через их представительские органы. Это принципиально. А как вам еще вариант майдану закордонных справ, уровень Украины, где такая пропорция? 50 депутатских мест закрепляются за представниками не коренных народов, 48 депутатских мест закрепляются за представниками крымско-татарского народа, как коренного за под determiner межлесу крымского-татарского народа, и по одному месту закрепляются, я так разумею за крымчиками и за караином ну это варяции тут нет не мая ничего принципового нового я просто хочу сказать что от меня трохи насторожие как певный крок назад від демократичных принципов крымских татар значит по призначению фактичного джуису згадаемого цей короткий период девяносто девяносто восьмом яка была демократична конкуренция давайте я напомню я напомню для зрителей о чём идет речь в девяносто четвертом девяносто восьмом годах в верховной раде крыма один раз эдхоком было позволено выбирать по моему из 14 депутатов по спискам по национально-территорийному многомандатному округу на который миджлиз выставил свой список было кроме этого того еще три альтернативных и в тот период времени нельзя сказать что власти способствовали миджлисовского списку особенно местные власти в крыму но миджлиса набрал более 90 по моему нет все четырнадцать девяносто восемь процентов в честной конкурентной борьбе и это очень важный опыт который нужно пропагировать и рассказывать и вот если вспомнить этот девяносто четвертый год и спроецировать ситуацию на случай да приняли скажем пусть одна треть одна треть и курунтай миджлисми это знаете мы не украина украина далеко еще не швеция и не норвегия она будет продолжать ту игру которую она вела все эти двадцать лет да вместо вместо того чтобы развиваться развиваться мы что получили после этих четыре мы в девяносто четвертом году согласились да курунтай согласился и выдвинул свои кандидатуры в существующую в существующий парламент автономии через четыре года уже этих мест не было то есть вот эти вот разовые моменты хотя хотя да кто будет потом тогда но была ситуация крунтай он как бы традиционный институт по факту существовал но при этом по закону по закону имели право выдвигать общественные организации зарегистрированные организации и тогда я сейчас не помню фурунтай как какой механизм искал кажется через фонд крым выдвижения шли но сейчас сейчас к примеру это будет признанный до институт и в нынешнем законодательном поле данных проектах признанный институт и курунтай будет выдвигать эти четырнадцать или кто если же баска подожди в вашем проекте вообще было предложение сделать им двухпалатный парламент миджлиз это вторая палата палата коренных народов народов и исходили из того что если мы самоопределились как коренной народ с этого момента в общем-то традиционные институты становятся государственными начинает свое развитие но учитывая ситуацию учитывая реалии сегодняшнего дня мы предложили на наш взгляд наиболее подходящий это двухпалатный парламент где мы где одна палата этого палата коренных мы сказали в количестве пусть будет 50 человек и вторая палата палата представителей да количестве 100 человек и собственно говоря в этом случае не нужно не говорить ни о каких пропорциях ни о каком вето разработать и вообще-то механизм прохождения скажем актов юридических актов вы предлагаете некоторые вопросы вето либо утверждение либо решение проводить мы говорим не о вето об исключительном прерогативе прерогативе в решении тех или вопросов выписать основных вопросов и все и ни о каком вето не может быть речь они получают свой статус свой сенс и перетворюются на органы державной влады очень лякает почему потому что это даже возьмемо международный контекст вся поддержка крымским татарам яка была висловлена в резолюциях в доповедях в найбільш активных таких и вагомых авторитетных межнародных организациях вся посылается на представницкие органы коренного народу з якими згідно международным документами декларація оон про права коренных народов и двой конвенции международной организации пракции державные органы влады мают в различных залежно от контексту ситуациях обвязково домовлятися вести переговоры отримать згоду тобто значит все и визначается национальной конституцией відмовляючись від власних представницких органов де-факто крымско-татарский народ втрачая статус коренного народу своими власными институциями представницкими якими так рахуються за які так борются за відновлення того жмель в лесу в мире кто борются те народы которые не свободны которые не могут реализовать своего права права которых ограничили на определенном историческом этапе так я слышал что риза шевки хочет включить за включиться на нашу дискуссию до риза бимона слышим а вы по поводу отключения или не включения национальных органов самоуправления в систему государственной власти я хотел сделать поправку здесь было сравнение 14 мест депутатских прошлые годы девяносто четвертом а а это не сравнивается с теми 50 процентами которых говорим мы сегодня те 14 мест давала верховный совет крыма а эти мы сегодня говорим о законодательных изменениях в конституции украины поэтому если 50 процентов будет закреплено за коренным народом это будет на законном основании его не могут менять крым скрываем и все-таки при этом можно я до цего додам просто на превеликий жаль и это была велика помилка на яку вказал зокрема макс фандерстул харизматичный первый верховный комиссар обсе но так было означено в начале это тимчасовый заход ревно на четыре года и там не шло себя про какие-то исключения коллективные права крымских татар как коренного народа если вы помните шло себя чтобы как-то так залагодить наследки депортации и крым крымских татар по одному мандату без всяких власних зусиль отримали представники трех депортованных национальных меньшин тобто закладина ця тимчасовость была еще тогда и это было неправильно это первое важное а по-друге эти 14 мандатов ничего и не где не означали схоже на право вето так а единое еще можно додать через багатопартийность и фракционность того парламенту они очень часто играли в тих умовах а в конъюнктуре в прийти к униктуре політичной историю золотою акцию давайте не будем конституцию украины начиная с 91 года ее постоянно нарушали зависели в противном случае не могло быть соответствии если бы все нормы да в сад единое что я хочу дизнатися чи є у нас на прямом звязку на риман джелял с кримом для тому що ми хотіли а на жаль ми не так ми поки не маємо римана джеляла на прямому звязку і продовжуємо тоді давайте перейдемо до ще одного принципового питання і потім будемо говорити вже на філософські речі ми поговорили про назву ми проговорили про чисельне представництво третий вопрос перехожу на русский язык это вопрос статуса крымско-атарского языка и опять таки нет единого мнения есть проекты которые говорят о том чтобы придать как раз катарском статус государственного языка есть опять помимо вашем проекте остается государственным только украински а крымско-атарскому народу а крымско-атарскому языку опять эта формулировка которая существовала в украинской конституции автономной республики крым что на этом языке развивают выносят говорят ну вот без не зовсім так значить про державну мову крымско-атарска як державна одразу спадає на думку що державою є крим значить це не має шанси ані на підтримку в украине ані на підтримку за межами украини в статті 135 наступною за першою статтею розділу 10 з'явився пункт 1 де сказано що крымско-татарська мова використовується в усіх в сферах публічної і громадського життя поруч з українською о таке формулювання тобто там уникнення слова крымско-татарська як державна але значно сильніше ніж так як ви кажете в чинній там педуті тобто повністю права на крымському півострові в крымській автономії права крымско-татарської мови такі ж як і українське сфера в житку така ж як українською і більше того от я вже зачепила питання переліку питань по яких має 14 33 50 права в ета мова безумовна одна з таких сфер жодне рішення що стосується мови освіти навчання одразу хочу вас зачепити от коли йде до назви республіка чи не республіка ви кажете Аланські острови згадала а от коли дійшли до мови то ми забули що Аланські острови добилися того що статус державний не бояться говорити і Шведська має статус державний взагалі в усій Фінляндії ми розуміємо тому що там насправді вона діє в Аланських островах вона називається державною вона називається офіційною і за це Фінляндія регулярно отримує по голові від ради Європи і Аланські острови також оскільки там десь якщо я не помиляюсь 4 відсотки фіномовного населення чиї права повністю на незабезпечені але Аланські острови це взагалі окремий випадок і не модель ні для кого ви знаєте історію питання як все це відбувалося на що шли щоб не допустити порушення територіальної цілісності Фінляндії приєднання шведомовної провінції до Швеції дані міжнародні гаранції повністю Сенаверби статус языка просто когда начинають говорить там не державний офіційний там собственно говоря это полные синонимы это у нас получается знаете там у фінського языка тоже статус официально поэтому поэтому здесь к сожалению здесь к сожалению получилось так что здесь я согласен с тем что подчеркнул Осман Бей в той части что мы опять возвращаемся к первой статье если это не есть государственное образование а у нас часто там идет спор а государство это или не государство и вот отсюда исходит понятие автономная республика это или просто автономия за словом если убирается республика здесь здесь появляется возможность к тому чтобы как бы говорить что это не государственное образование а вот ну не совсем понятно поэтому там где мы мы не написали мы не написали автономная республика мы написали автономия но в следующей статье мы написали что это национально-территориально-государственное образование и так и поэтому и поэтому но здесь мы исходили из того что мы сказали что статус мы назвали республиканский поскольку если речь идет державный на территории всего государства а это есть автономное образование это автономная республика крым то в данном случае мы назвали его республиканским языком риза шевкев и мы есть что добавить по поводу статуса крымско-татарского языка в будущей крымско-татарской национально-территориальной автономии или автономной республики будет у нас шевкервей спасибо вы слышите да 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 знаете это как басни крылова как не садитесь и так далее если сегодня мы наблюдаем в крыму что три языка являются государственными однако это конституционно законно закрепленный этот статус давайте сразу уточним что это в конституции оккупационной российской оккупационной власти и вот три языка являются государственными однако развивается только русский язык чуть-чуть крымско-татарский чтобы обмануть общественность и совершенно не развивается украинский чему я это говорю вот даже законе которые вот прийти как бы одинаковое развитие не идет развить почему поэтому я предлагаю чтобы у нас парламенте было убедительное большинство 50 процентов и вот это большинство будет развивать интересы коренного народа мы говорим но самоопределение коренного народа подъеме статуса о том чтобы он не исчез язык не исчез культура не исчез как народ только достаточное большинство фарламенте мы сможем защитить свой народ и в том числе и из не можно не погодиться тобто для захисту крымско-татарской мови все можливые заходы все что можно включити в законы украины а тут треба багато змин вносить в иснуючие законы и соответственно это мое быть означено когда будет все таки доопрацьованный там и закон про украинский народ и конституционный и тут просто хочется до всех обратиться чтобы уникнуть спекуляции чему саме от крымским татарам такие привилеи от их мова будет от так надейно захищена а бедные угорцы румуни поляки потерпают від новой статті 7 нового закону про освіту значит от это и есть сенс захисту коллективных прав коренного народа який не мая власной державности відповідно не мая материнской державы где его мова мая міцні позиции як державна чи официйна тому держава на чиїй території проживає коренный народ має найвищі зобов'язання все зробити можливе для не просто підтримки збереження для розвитку мы в данном случае эту автономию рассматриваем как национальное образование в результате самоопределение коренного крымско-атарского народа вы говорите чтобы мы продолжали держаться за статус коренного народа не имеющего своей государственности тогда я вообще не вижу необходимости обсуждать эти проекты в данном случае в данном случае вы просто получается так к тому что было просто нужно дополнительный закон о признании Курултая и Меджлиса как национально традиционных институтов и чтобы все я не знаю там можно перечень вопросов определить чтобы согласовывали с этим институтом и все если это будут именно те вопросы от которых зависит не просто сохранение развития крымско-татарской идентичности гарантии возможности на своей земле а для кого это автономия в таком случае? для коренного народа для какого коренного народа если вне государственных институтов которые будут созданы в результате восстановления или создания этой автономии мы как коренной народ будем стоять вне и с нами будут согласовывать как вы говорите правда это тоже вопрос такой будут согласовывать отдельные вопросы они согласно закону о местном самоуправлении вообще с громадой нужно согласовывать многие вопросы если не все подожди я уже потерял нить вашего противоречия вы сейчас спорите о чем? о том что в принципе когда сейчас вернулись к языку и Наталья начала говорить о том что вот именно благодаря тому что мы есть коренной народ и вот в соответствии с декларацией прав коренных народов которые собственно говоря не самоопределились и вот там присущи эти моменты да где предусмотрены механизмы где государство должно защищать наши права в части языков это создать условия для развития языков и так далее и в усих цих международных документах не идутся про коренные народы которые еще не самовизначились навпаки в них зазначені право на самовизначение и формы самовизначения включно з правом на автономию но вспомните последнюю 43 статтю декларации третий пункт где абсолютно четко вы это помните сказано что это не отдельная государственность а все формы самовизначения могут действовать только в межах существующих а мы же не говорим у нас на телефонной связи руководитель Крымско-катарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-катарского народа из Кендербориев который является автором еще одного из проектов о котором мы упоминали но который не был представлен в нашей дискуссии Харлах Шамлар из Кендербори Добрый вечер Мы уже обсудили три принципиальных вопроса из-за которых есть расхождение о всех четырех проектах это название республика не республика для автономии это представительство численное представительство коренного народа в представительном органе власти в будущем парламенте квази-парламенте парламенте и Меджлисе и в вопросе статуса языка короткие ваши ремарки если можно Дело в том что я очень плохо слышу я еду в поезде но про все то я хочу сказать следующее что относительно конституционной реформы в части раздела конституции но моя принца и наша команда принципиальная позиция следующая мы должны четко понимать что мы должны сохранить республику в названии поэтому автономная республика Крым вполне нас устраивает и мы считаем что это как раз та форма которая может обеспечить право на самоопределение крымско-катарского народа другой вопрос когда здесь действительно раз названия есть там крымско-катарская автономия или крынская автономия но проблема в том что это незаконченное название опять же согласно классификацией какие автономии бывают автономия бывают культурной автономия бывает подсеренивенсороде автономия бывает территария или национально территориальное и вот здесь очень важно вот в этом от когда на 맞гпа мы должны четко определить автономия является все таки источником самоопределения крымско-катарского народа как коренного народа или формой. В проекте Белитар Джумадилов там написано о том, что крымско-катарская автономия является источником самоопределения крымско-катарского народа. Я считаю, что источником может быть и сам народ, но источником могут быть его представительные органы. А в нашем понимании автономная республика Крым должна быть формой национально-территориальной от национального территориального самоопределения коренного крымско-казарского народа и защиты прав меньшинств, проживающих на территории Крыма. Это принципиальная и первая позиция. Вторая позиция. Я тут слышал о том, насколько должны быть представлены представительные органы. Здесь как раз мы четко говорим в разделе 135, в статье 135 10-го раздела, что кроме представительных органов в основной республике Крым в виде Верховной Республики Крым должны быть конституционно закреплены представительные органы коренного народа, в частности, Курл-Хай и Ниждей. И следующая принципиальная позиция – это взаимосвязь между представительными органами коренного народа и представительным органом региона. И вот здесь как раз-таки многие решения или жизненно важные решения для коренного народа они должны, прежде чем приниматься Верховной Радой и Афановной Республики Крым, они должны в обязательном порядке согласовываться с представительными органами коренного народа. И мы это прописали, мы это предложили. Ну и, соответственно, те документы, которые принимают представительные органы коренного народа, они также находятся в правовом поле. Чем отличается наше предложение от предложения Синовера Кадырова? В данном случае Синовер Кадыров говорит о том, что как раз-таки полностью имплементирует или интегрирует национальный орган национального самоуправления в систему государственного управления. Мы же говорим о том, что сегодня, исходя из тех реалей, которые существуют, наша задача сохранить Курл-Хай и Ниждей. Курл-Хай и Ниждей, имея функции согласования, где обязательный конкурс согласования, по сути дела, сохраняет свои институты как представительного органа и, с другой стороны, влияет на процессы, на региональную политику. Я вынужден вас оборвать, потому что... Я, простите, что прерываю вас, буквально две минуты до конца эфира. И я хочу добавить просто, на самом деле, одну ремарку. Это у каждого будет по 30 секунд возможность ответить на этот вопрос. Это вопрос прогноза или предположения. Дело в том, что я уже из эфира постоянно вспоминаю один момент, который был на воскресной встрече из Крымской солидарности, Киевской Крымской солидарности с Бахчисараем, когда после приговора двух лет колонии Ильми Умеров, у которого весь букет заболеваний приговорен оккупантами к двум годам колонии и поселению, он говорил уже не о себе. Он говорил о том, что и он, и, наверное, те люди, которые осуждены, и находятся в тюрьмах, готовы терпеть это ради одного. Для того, чтобы в Киеве все-таки вопрос восстановления крымско-татарской автономии был решен, и его представители все сделали для этого. Было понятно, что тот же Ильми Умеров, он давно мог покинуть Крым. И то, что он до этого приговора, то, что он там остается, и то, что он выбрал для себя осознанно эту ситуацию, быть политической жертвой, это в том числе часть борьбы, часть борьбы крымско-татарского народа. И вот сейчас, когда мы говорим, мы выглядим немножко как теоретики. 30 секунд. Насколько реалистично прохождение этих, хотя бы одного из этих проектов изменений через украинский парламент? Он напоминает все тиски про особенный статус для Донбасса. Поэтому я, в принципе, согласен с Искандером по второму и третьему пункту. Хочу объяснить первое. Сенс термину джерело – это обґрунтование, это подстава. В Украине нет и не может быть никаких других территориальных автономий, чем Крым. И только тому, и только благодаря наявности в нем коренного народа. Потому что у меня берутся 10 секунд, СНРБ, ваше предложение обґрунтувание. У нас сейчас оборвут из эфира. 10 секунд. Вы знаете, я вообще не задумываюсь над тем, насколько готовы депутаты сегодняшней Украины к принятию или нет. Сегодняшние депутаты не готовы к принятию многих законов, которые требуются для развития государства. Но в то же время, если глава государства осознает необходимость, и та основная часть депутатов, если осознает, что в принципе восстановление прав крымско-катарского народа в части восстановления его национально-территориальной автономной государственности, в составе... СНРБ, мы заканчиваем. Это есть будущее самой Украины. Салонос, это был СНР Кадыров и Наталья Биллицев. На прямой связи с нами были Резар Шевки, Фейска Нарбарив. Обсуждали мы вопрос восстановления крымско-катарской автономии в составе Украины. Резар Шевкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова